На заседании правительства обсудили и меры социальной поддержки некоторых категорий граждан, в их числе семьи с детьми и дети войны. С октября 2021 года жители республики, имеющие статус «дети войны», смогут получать новую денежную компенсацию. Возмещение 25% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и оплату жилых помещений. Выплата будет ежеквартальной, но если граждане этой категории уже получают компенсацию в соответствии с другими законодательными актами, то они должны выбрать только одну меру социальной поддержки. В республике проживает более 60 тысяч детей войны, 95% из них уже пользуются различными льготами. Для получения названной социальной выплаты дети войны могут обратиться с заявлением в отдел социальной защиты населения по месту жительства либо в многофункциональные центры с предъявлением паспорта. Решение о назначении денежной компенсации будет приниматься отделами социальной защиты в течение 15 рабочих дней. Наличие подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем за последние три года, будет препятствовать предоставлению данной денежной компенсации. 138 рублей в день на двухразовое питание начнут компенсировать детям, которые находятся на семейном обучении. В республике их всего 13, это дети с ограниченными возможностями здоровья. Материально за такую форму образования поддержат и их родителей. Денежная компенсация будет выплачиваться ежемесячно родителю. Также порядок предусматривает предоставление компенсации затрат уже за начальное общее, основное общее и среднее общее образование в форме семейного образования. То есть 80% от форматива будет получать родители, 20% за аттестацию будет получать школа. Выплаты это будет проходить один раз в год. В ближайшее время могут упростить процедуру подачи заявления о распоряжении средствами республиканского материнского капитала. Соответствующий законопроект предложил Минтруд Чувашии. Семьи, которые признаны малоимущими, будут подавать только одно заявление об использовании маткапитала. Дополнительных документов не потребуется. Так плавно будет осуществляться переход к системе социального казначейства. То есть максимального упрощения бюрократических процедур.